Поездка в Саратов После 17-часовой поездки на лицах участников легкая усталость, но уверенность в своих силах не пропадает. Выражение с корабля на бал как нельзя лучше описывает соревновательный дух дельфийских игр. Время на то, чтобы отдохнуть нет. Регистрация, размещение по номерам и в бой. Жеребьевка – это по большей части процесс для строгого жюри, для творческой молодежи. Нумерация – формальный признак. Главное – достойно выступить. А пока же есть время вспомнить детство, но и эта игра длится недолго. Через несколько минут вперед на сцену. Репетиция зовет. Участники конкурса – это представители 40 государств в возрасте от 10 до 35 лет. Студенты Руден взяли и качеством, и количеством, еще на репетиции обозначив себя артистичными, обаятельными и яркими. Соревнования в Саратове длились шесть дней. Все это время мысли только о творчестве и выступлениях. Но организаторы столь суровый график разбавили экскурсиями. История Саратова берет начало со второй половины XVI века. Здесь есть на что посмотреть. Сегодня, 20 сентября 2008 года, открываются вторые всемирные молодежные дельфийские игры. Старинный город Саратов готов встретить гостей. Со сцены организаторы вторых всемирных дельфийских игр приветствуют его участников и желают творческих побед. В речи губернатора Саратовской области Павла Ипатова прозвучали фундаментальные слова «Глобальный мир хрупок, но культура нас объединяет». Открытие конкурса получилось ярким, зрелищным, как и положено музыкальному, громким. Первый конкурсный день – это возможность продемонстрировать все свои таланты, благодаря им попасть во второй отборочный тур. Участники применили верную тактику, очаровав зрителей и членов жюри профессионализмом, не забыв при этом про актерское мастерство. Студентка Рудэм Закия была настолько убедительна с песней «Валенки», что, казалось, роль русской девушки из Сибири она вовсе не играет. «Валенки» 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 «Ой, да не пашите стареньки» Еще одна представительница Рудэм покорила всю мужскую аудиторию. На сцене разыгрались нешуточные страсти. Кого же удостоит внимания камерунская красавица? «Валенки» Танцевальные коллективы из Рудэм, демонстрируя национальный колорит, старались показать не просто искусство, красоту танца, а рассказать и передать атмосферу своей родной стране. Завершающим этапом всего конкурса стало чествование победителей. Студенты Рудэм привезли с собой дипломы за артистизм, обаяние и умелое воплощение образа на сцене. Высшая награда в этот день от соперников, прямо из зала выкрикивающих «Вы лучшие!». В меню соревнований вошли только самые вкусные блюда. Организаторы конкурса словно угадали предпочтения взыскательной публики, оставив на десерты яркие, зрелищные и трогательные номера. Обладатель золотой медали в номинации «Цирка» Александр Голоков рассказал красивую историю о вечной любви. Казалось, что в этом номере есть что-то личное, но артист разрешил зрителю заглянуть в потаенные уголки влюбленного сердца. Дельфийские игры, длившиеся почти неделю, пролетели как один миг. Праздник искусства завершился, но таланты, которые открыли этот конкурс, еще долго будут светить на небоскоре. Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, Сегодня в этом зале завершаются вторые, первые молодежи Дельфийские игры. Это очень торжественное, замечательное, но немного грустное событие. Последний аккорд Дельфийских игр – это сбор флага. Теперь он займет почетное место в Саратовском музее. В историю современной России вписана еще одна яркая страница. Саратовском музее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...